Здравствуйте, Игорь Сергеевна, предположим, дальше. Меня зовут Игорь Борисович, компания «Феникс», как вы уже догадались, и со словом беспокоит. Вы не подскажете, у вас сумма долго перед банком Тинькофф достаточно большая. Когда вы намереваетесь его закрывать? Перед вами никогда. Простите? Перед вами никогда, кто вы такие? Вам не нужно закрывать его перед нами, вам нужно оплатить его банку Тинькофф как можно быстрее. Ну, как будет возможность, так оплачу. Вы понимаете, что как будет возможность, тогда оплачу как не уходит в свои договоры, которые вы подписывали при запрещении договора? Я договор никакой не подписывала. Вы при получении кредита подписывали договор? Я договор не подписывала. Где моя подпись стоит в договоре? Простите, вы сомневаетесь в правильности оформления договора? Да, я сомневаюсь в правильности оформления договора. И я это буду оспаривать в суде. Подавайте в суд, если вас что-то не устраивает. Вы понимаете, что вы сами предлагаете, чтобы на крайние меры... А что вы меня, чем вы меня решили напугать? Вас никто не пугает, вас просто пытаются, почему вы не оплачиваете сумму долга, вы взяли кредит, будьте любезны вернуть его, вы взяли кредит, это было ваше решение, вы взяли деньги, а теперь отказываются возвращать. И что? А что вас так это волнует? Если вас так это волнует, заплатите. Простите, я бы хотел, чтобы... Я так понимаю, вы намеренно, в общем, вы сейчас на запись говорите, что вы намеренно говорите, что вы просто... Молодой человек, вы нам учитесь сначала выражать свои мысли ясно, четко, конкретно, а потом уже звоните, вы там методичку все выучили, специалисты хреновы, и что-то мне тут блеете, как бытие БМС, у корреку, что еще? Что вы мне еще скажете? Вы даже сказать ничего нормально не можете. У вас проблемы в этом? У меня нет проблем, у меня нет проблем у вас. Вы устроились на бабскую работу, что-то трынгите, как эти, не можете нормально разговаривать. Так. На работу нормально себе найти не можешь, что ли? Только можешь по телефону звонить, как баба трынгит, б-б-б. Вы совсем так говорите? Да, я со всеми буду с вами разговаривать, потому что вы никто и ничто в этой жизни. То есть вы сейчас явно, в общем, говорите о том, что вы хотите, вот, нарушаете статью 159. Да, конечно, как это я ее нарушаю? 159 статью могут применить, знаешь, кому? Ты ее сначала изучи, кому ее могут применить. Я применяю ее лично к вам. Вы только что сказали, что... Да как ты ее применишь? Во-первых, ты меня не дефицируешь, ты сначала докажи, что ты мне вообще звонишь. Идиот. Это раз. А во-вторых, я не представила тебе, я сказала, возможно. Что значит возможно? Ты сейчас третьему лицу, ты сейчас третьему лицу говоришь какие-то кредитные отношения другого человека. У меня к вам просто намеревать... Ты меня не дефицировал. Еще что ты хочешь? Я вообще не знаю, кто ты мне звонишь. Ты мошенник звонишь. Ты мне докажи, что ты вообще из банка звонишь. Ты мне не из банка звонишь, ты мошенник. Еще о чем-то ты мне говоришь, какую-то 159 статью мне применить. Еще ты мне что применишь? Я сейчас тебе 163 применю и будешь, блин, сидеть у меня 3,8. Одного уже посадили. Еще хочешь? Сейчас я тебя посаду, не вопрос. Ваша позиция мне абсолютно ясна. Ну и что дальше? Я с вами вообще не хочу разговаривать. Вы можете со мной не говорить, просто начните оплату. Да, и что мне еще сделать? Что ты мне еще укажешь сделать? Иди вон своей указывай, что делать. Простите, я вот не понимаю. Не понимаешь? Ну не понимаешь. Ну клади трубку и не разговаривай со мной. Раз ты не понимаешь, у вас такой бестолковый. Понаберут вас с вокзала, блин, по объявлению. Слушай, ты мне вот, ты мне скажи, ты вот, вот зачем ты пошел работать на такую работу? В чем у тебя причина вот работать попрошайкой? Я вот вообще понять не могу. Вот кто идет в коллекторы? Вот в чем ваши причины идти работать в коллекторы? Я что-то не пойму. В чем кайф этой работы? Я пытаюсь понять, почему... Сам утвердился над людьми, что ли? Вот ты сам не утвердился в жизни, ты утверждаешься над людьми, другими людьми, что ли? Почему вы отказываетесь платить... Да, я тебе говорю, я тебе отвечать на этот вопрос не буду. Почему? А зачем? Кто ты такой? Я же вот присоединился, я присоединился в компанию. А где доказательства, что ты оттуда звонишь? Простите? Вы видите, платите не мне, а деньги, правильно? Доверенность мне предоставить, что ты имеешь право вообще к моим персональным данным какие-то... Вы мне ничего не предоставили, все персональные данные у меня имеются. Я вам озвучу. Что? И что? А ты понимаете, что... Есть такое выражение, называется логика. Если у вас логически, вы подумайте, откуда у меня данная информация о вас. А ты украл, есть же биржи должников, украл, извинишь мне теперь. И с какой целью я вам звоню? Да вот я делать нехер, ты же дурак. Вот извинишь. Это все хорошо. От большого ума, ты знаешь, в коллекторах не идут работать. Мне нравится ваше позитивное мышление. Нравится? Мне всем нравится. У меня вообще отличное позитивное мышление, да. Ну вам необходимо оплатить сумму долга, хотя что-то вы это понимаете. Ты знаешь, вот, в чем мне необходимо... Я хочу понять, вы в каком состоянии находитесь и понимаете ли то, что вам пытаются объяснить. Я вообще понимаю, это вы не понимаете ничего. Работаете не по закону и что-то там говорите. Вы сначала научитесь по закону работать, а потом уже звоните людям. А какого закону вы хотите? Вы саразки на конторе работаете и что-то говорите. Вы сначала правильно, вы сначала правильно по закону договоры кредитные заключаете. Вы не по закону их заключаете, которые противоречат Конституции. Страховки навязывайте, это все противоречит Конституции. Вы работаете не по закону, а потом хотите, чтобы люди к вам нормально относились и по закону с вами работали. Никто с вами не будет по закону работать Пока вы сами не научитесь нормально разговаривать Вам необходимо просто закрыть долг Я не буду перед вами закрывать долг Вы для меня никто и ничто Вы хотите, чтобы мы связались с вашим работодателем? Какой работодатель? Где ты его найдешь? Поверьте Ты его сначала Ой, блин, не могу У вас данных моих Все неправильно Я говорю, вы сейчас разговариваете Совершенно с чужим человеком Рассказываете чужие данные чужому человеку Я вам не представлялась А кем вы представились? Я? Я тебе сказала, возможно Что значит возможно? Что значит возможно? Ты даже не спросил Это в начале разговора И начал уже Выдавать информацию Банковскую тайну Как я могу по вам прощаться? Никак Никак Сейчас я уже вам Не буду ничего говорить Вы понимаете слово Возможно означает слово Да Автоцирция И что? И что? Ты меня идентифицировал хоть как-то? Пытался? Нет, не пытался? Что ты сейчас вот говоришь? Я пытаюсь понять просто Почему у меня платят? Слушай, положи уже трубку Мне с тобой разговаривать Уже не интересно Слушай, в любом случае Даже если я положу трубку Вы понимаете Что звонить бы другую Так же Ну и нужно другого Пущу ниже плинтуса Так же Господи Хоть обзвонитесь Мне доставляет Это удовольствие С вами поражать Вы понимаете Что в любом случае Долг вам И чем больше вы тянете Тем больше процентов Не переживай В суде все эти штрафы уберутся Что ты так переживаешь Вы хоть миллион там Ты хоть миллион там Накрути В суде Это все Спишется Понимаешь? Вы уверены? Уверена Вы понимаете Если Будут звонить Вашим работодателям Ты спроси Че дело Ты снижни В итоге Я вообще работаю Это хороший вопрос Вы работаете? А вот я не скажу тебе Работаю я или не работаю Ты вообще узнаешь Сначала Кто с тобой разговаривает Но представляться Я тебе не буду Вы не могли бы передать Евгению Сергеевне Что необходимо Нет Не могу передать Не могу То есть Вы отказываетесь Изчинать Какой-либо диалог Так с вами Так о чем я с вами О чем разговариваю Говоря с вами Вы кого имеете ввиду? Меня? Я всего лишь оператор Ну Ты всего лишь оператор Ну и все Ты информацию человеку Предоставил Все А что я с этой информацией Буду делать Это уже не твоя забота Так Я пытаюсь понять На какой стадии На какой стадии Платить Серьез Какую стадию? Ты психолог Чтобы меня понимать Или психотерапевт? Мне нужно простая стадия Решения вашего вопроса Какая стадия? Либо вы собираетесь платить Либо нет Чего? Какую стадию? Вы собираетесь платить Либо вы не собираетесь платить Либо нет Но вы держитесь Так и напиши Так Тогда скажите В чем причина? Вы не работаете Вы на больничном Я не знаю У вас много детей Что вам? В чем причина? Почему Я тебе говорю Солнце светит в правый глаз В этом причина Климатические условия Понимаете Что из истории Вот от вашего знака Вы вели диалог По другому разгону Со всеми Со всеми операторами И что? И что? Я не удивляюсь Тому что вы говорите Потому что вы говорите Это всем подряд И что? Я пытаюсь вам напомнить Что у любого А ты решил Выделиться Из всей толпы Операторов И поумничать И решил Что ты умнее всех И ты сейчас Меня выведешь На то Что я вот пошла И заплатила деньги Да? Хер тебе На вузном носле Дальше что? Я просто пытаюсь Вам объяснить Что всегда же И сначала и конец Да не надо мне Объяснять Я все знаю Понимаешь? Все знаю Ну чего вы добиваетесь? Чего я добиваюсь? Да мне пофиг Да Господи Я такая раз Чего я добиваюсь? Ты будешь сегодня Звездой ютуба Вот чего я добиваюсь Ну Я все Выставим вас В ютуб И будешь Ты там красоваться Моя основа Это помочь вам Напомнить То что решение В этом вопрос Именно как бы Если ты мне хочешь Помочь Иди заплати Иди заплати За меня мой долг Если ты хочешь Мне помочь Называется В рамках возможностей Ну В рамках возможностей Молодец Напомнил Молодец Все Дальше что Так Я не вижу Чтобы от вас Поступал ход 1 Платер В течение Какого-то периода А тебе зачем В рамках возможностей Слушай Тебе не надоело Со мной трендеть Уже Сколько времени Мы с тобой разговариваем У меня вот ребенок Тут нервничать Уже начинает Это хорошо Что вы не нервничаете Я пытаюсь понять Я вот не нервничаю Да вот Слушай Ты заколебал Что ты хочешь понять Ты психотерапевт Что бы понимать Ты епту мать Просто я пытаюсь Вам объяснить Да что ты меня пытаешься Я уже все знаю Все последствия Все Все Простите мне Скажите мне Одного человека Который не оплатил Долг перед банком Вы думаете Что вам это просят Да Вы правда думаете Что вам это просят Позвоню вам В просленное Воскресенье И вы мне Простите Вы сейчас Говорите мне Прямо Вы возьми Долг мне Вы хотите Я хочу Чтоб ты не просил Долг Это не моя компетенция Ну блин У меня человек Чего тогда Звонит У вас не в своей компетенции Вот когда будет В своей компетенции Тогда звони Но ты мне уже Донес всю информацию Ты мне уже По третьему кругу Пытаешься сказать То что я уже Тысячный раз Слышала То есть Я спрашиваю Еще раз Хорошо Вы хотите Чтобы вы подготовили Заявление На основании Стати 177 У КРФ Вот Позвонили Подошли Слушай Ты что Ты знаешь Что ты не снимай Кому применяется Она применяется Организациям Индивидуальным Предпринимателям У кого долг Полтора миллиона Дальше Что Как ты ее собрался Ко мне И ее применять Вы только что Сказали Что вы клиент До этого Я физическое лицо Че дело Они организации Индивидуальные Предприниматели Как ты ее ко мне Применишь Как ты ее Ко мне Применишь Я тоже Сислися за вами В любом случае И что То что Вы знаете Законы Это никак Не оправдает Вы понимаете Оправдает Оправдает Ну Дальше Я же слушаю Я уже 30 минут Слушаю ни о чем Вы были в суде Это вопрос Была И что Вы не были в суде Ну С вами Я за другим Ванг Была Еще В данный момент Просто Тянете Я не знаю Зачем Вы это Делаете Слушай Вот напиши Это мне Доставляет Удовольствие Тянуть Когда Вы намереваетесь Начать Погашать Я тебе говорю Я на этот вопрос Отвечать не буду Кому Вы будете Отвечать На этот вопрос Хорошо Я передал Кому Хотите Ответь На этот вопрос Кому Кому Самому Президенту Банка Тинькова Вы понимаете Что у него Очень много Делал И он Не тратит Время На каждого Деля Ну Все Это ваши Проблемы Я вас Услышал В общем Вы Отказываетесь Да Я с вами Да Хоть Что Напиши Господи Ну Здесь Остать А у вас Дет 59 Один Машин Ну Давай Попробуй Пупок Не надорви Когда Будешь Применять Ко Мне Ладно Хорошо Вы сами Вынуждаетесь Я никого Не вынуждаю Я Весь Вами Конструктивный Диалог В отличие от вас Я Отправляю Заспросы Если вы хотите Я отправляю Заспросы На этом уровне Мы можем Завершить Детат На этом Да Хоть Что Делай Хоть На голове Я вас Я вас Услышал Спасибо Спасибо вам За разговор Очень было Приятно С вами Поговорить Хорошего вам Настроения Денег Нет Но вы Держитесь Всего доброго До свидания И вам Мне кажется Да Трубку Так Ладите